МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 миллиард рублей необходим на реконструкцию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте в Нижегородской области. Среди них и наша школа номер 10, в которой из-за аварийного состояния здания занятия не проводятся уже почти полтора года. Восстановительные работы в ней начнутся уже в ближайшее время. Об этом заявил Глеб Никитин во время своего рабочего визита в Саров. Глава региона отметил, что средства на ремонт здания уже выделены, и ситуация находится под полным контролем. Я поставил задачу, чтобы глава города и руководство города и Министерство образования держали полностью процесс на контроле, что 1 сентября 2019 года можно было запустить уже образовательный процесс. А вот судьба новой 11-й школы пока под вопросом. О том, когда же ее наконец построят, спросили саровчане на встрече с главой региона в драмтеатре. По школе уже разработана проектная смертная документация. Это мы можем подтвердить. И я думаю, что по той программе, которая сейчас, она включена на 2021-2022 годы, то, что в школе ситуация уже есть второй смены, и то, что там 140 детей в этом году занимаются во второй смене еще, это мы знаем. Не обошли вниманием горожане и тему ФОКа. Его появление в Сарове ждут уже долгие годы. Как отметил Глеб Никитин, проект комплекса очень дорогостоящий. Если типовой ФОК стоит порядка 400-450 миллионов рублей, Саровский в два раза дороже. Я думаю, что перспективы есть очень хорошие. И решить этот вопрос на условиях концессии. Потому что большой спрос на спорт, ненадотворенный, большое население, высокообразованное, социально ориентированное. И я думаю, что мы на основе концессии возьмем, заключим соглашение и, естественно, профинансируем частично этот объект. Потому что 800 миллионов таких средств, по крайней мере, в ближайший год нет точно. Можно на основе условий концессии, можно будет начать. Я это поручение уже дал сегодня, проработать этот вопрос. Есть инициаторы, мне сказали. Есть с кем разговаривать, это не абстракция. С дорогой Саров-Кременки все намного конкретнее. Рабочие движения через КПП номер 4 обещают открыть буквально через пару недель, к первому сентября. Главные графики мы сейчас поджали и поставили задачу, чтобы к началу сентября открыли движение. Я думаю, что это абсолютно реально. В начале сентября ждите открытие движения. Задавали горожане и менее глобальные вопросы. Например, интересовались судьбой домов на улице Привокзальной. Когда их, наконец, признают аварийными и расселят жильцов в более пригодные для жизни квартиры. По аварийным домам имеются вполне определенные критерии, которые мы должны рассматривать и, соответственно, признавать или не признавать. А второе, для того, чтобы переселить, надо нацепить большой береговский проект. Соответственно, мы над этим работаем. У нас в этом плане есть территория. Ну, я не могу сказать, что я вам не дарю ответ, Алексей Ильич. Я, конечно, ценю, что вы озабочены проблемой, но вопрос надо совершать совершенно конкретно. У нас, вы считаете, что эти дома аварийными быть не могут? Давайте, во-первых, на свою комиссию тоже пошлем. Давайте. Александр Александрович, на предмет обследования, аварийное или не аварийное. Инвестиционный проект на этой территории с появлением квартиры в другом месте, предоставлением квартиры в другом месте, это, в принципе, конечно, решение. Но только его надо оформулировать быстро. Спрашивали саровчане и про судьбу ТАСЭР, про технопарк Саров, про появление электробусов в Сарове, стратегию развития региона, капитальный ремонт и про многое другое. На честь вопросов ответы были получены сразу. Часть Глеб Никитин взял под контроль. Встреча с главой региона и министрами Нижегородской области продолжалась более двух часов. Конкурс «Инвестиционный проект года» правительство Нижегородской области проводит вот уже 12 лет. Его номинантами становятся наиболее значимые для региона проекты в различных отраслях экономики. В этом году конкурс проводился по восьми номинациям, среди которых «Инвестиционный проект в сфере жилой недвижимости». Позвольте от всей души поздравить заранее всех победителей этой премии и заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы ваши проекты были успешны и чтобы мы вместе с вами гордились вашими результатами. Победителем в номинации «Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости» стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от Министерства экономического развития Нижегородской области. Огромное спасибо за оценку. Приятно осознавать, что усилия потрачены не зря. Это лишь первый этап нашего большого проекта. Мы и обещаем, что в будущем будем удивлять новыми проектами и их реализацией. Проект «Саровской ривьеры» не в первый раз отмечен специалистами строительного рынка и региональным правительством. Прошлой осенью при посещении Сарова в Рио губернатора Глеб Никитин высоко оценил уровень возводимого жилого комплекса и выразил надежду, что все застройщики региона будут стремиться к такому качеству. А год назад, в сентябре 2017-го, «Саровская ривьера» стала финалистом третьего градостроительного конкурса «Минстроя РФ». Проект жилого комплекса был представлен на ВДНХ в рамках 4-го российского инвестиционно-строительного форума. «Саровская ривьера» – это проект, которым огромное внимание уделено деталям и благоустройством. Мы попробовали и, наверное, успешно создали по-настоящему комфортную среду для жителей с помощью различных проектных решений. В сегодняшний момент «Саровская ривьера» стала уже центром протяжения не только жителей, но и гостей Сарова. Проект комплексного освоения территории «Саровская ривьера» – это 54 гектара земли, на которых в общей сложности будет возведено порядка 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проект продолжает развиваться. Продолжаются работы по благоустройству и строительству. Скоро появятся новые дома, а прогулочная набережная с зелеными газонами, декоративными деревьями и дизайнерскими лавочками протянется от Красного дома до плотины. Ее общая длина составит 3 километра. 10 летних дней в компании зеномышленников, новые знания и открывающиеся бескрайние возможности. Вот что ждет ребят, которые садятся в автобус. Для более чем 70 старшеклассников началась традиционная профильная смена «Наше дело-2018». «На этой профильной смене тематикой мы выбрали добровольчество и волонтерство, так как год добровольчества и волонтерства был объявлен президентом России. Поэтому мы ребятам расскажем, что это такое, как можно с этим работать, какой вклад делают они в развитие страны и какой вклад может каждый из них сделать в развитие нашего города». За смену ребята должны научиться не просто создавать социальные проекты. Они должны начать видеть проблемы, которые волнуют их сверстников и по возможности находить пути их решения. Помогать им в этом непростом деле будут представители самых разных департаментов администрации города Сарова. «Предполагается участие представителей департамента городского хозяйства, рассказывая о виде волонтерства как экологическое и как ребята могут участвовать в этом волонтерстве. Помимо этого в рамках «Урбан» волонтерства мы приглашаем представителей департамента архитектуры и градостроительства». Места для участников на подобных профильных сменах ограничены. Туда едут работать, а не отдыхать. И чтобы зарядить мальчишек и девчонок позитивом, уже состоявшиеся волонтеры из клуба «Инсайт» приготовили для них небольшой флешмоб под названием «Дай пятеру волонтеру». «За основу мы взяли акции, которые проводились на чемпионате мира, когда спортивные волонтеры с перчатками «Дай пятеру волонтеру» приветствовали либо спортсменов, либо также других волонтеров, либо просто в принципе участников чемпионата мира, либо зрителей». По мнению волонтеров, в момент обмена пятерками люди делятся своей позитивной энергией и хорошим настроением. А это самое ценное, с чем ребята, отъезжающие на профильную смену, должны отправиться в «Березку». У российского триколора более чем 300-летняя история, которая связана напрямую с именем Петра Первого. Император сам начертил образец, определил порядок горизонтальных полос и обязал торговые суда ходить под бело-сине-красным полотнищем. До этого функцию флага на Руси выполняли православные знамена, которые назывались «хоругвиями». На них чаще всего изображались лики святых. «Впервые знакомое нам расположение бело-сине-красных полос ввел Петр Первый в так называемом флаге царя Московского. Свои корабли в конце XVII века он водил под таким флагом, а позже уже утвердил его с торговым флотом». Сегодняшний государственный флаг полностью соответствует российскому флагу эпохи Петра Великого. Составляя флаг, император сделал так, чтобы расположение полос совпало с древнерусским пониманием мира. Внизу красный цвет – мир физический, синий – мир небесный, а белый означает мир божественный. А вообще красный цвет традиционно считается цветом русских царей, синий цвет – цвет Богоматери, покровительницы Русской Православной Церкви, а белый цвет – символ чистоты и гордости. В 1991 году после августовского путча полотнище из трех полос признали официальным национальным флагом в нашей стране. Значение его цветов саровчане трактуют по-разному. Белый цвет – это небо, а синий цвет – это море, а красный цвет – это наши силы. Красный – как победа, наверное. Синее – небо голубое, а белый – это дружба. Белый – это небо, думаю, а красный – это кровь, которая вроде была пролита. Да, из-за войны. Да, еще. Белый – синий. Синий – это небо, а белый – это свобода, по-моему, честь. Красный – это народ, белый – это светлое небо, но синий – тоже светлое небо. К дню флага сотрудники библиотеки имени Пушкина подготовили выставку «Один флаг – одна Россия», на которой юные читатели смогут узнать все об истории Триколора. Лето – это не повод, ничего не делает, так считает Никита Коршунов. Любознательный по своей природе мальчик активно участвовал во всех программах проекта «Необыкновенной лаборатории открытий Пушкинской библиотеки». Обычно я люблю ходить в библиотеку с своим другом. Так мы проводим время с пользой и интересом. Также мы приходим сюда, чтобы пообщаться. Мы любим узнавать много нового. За три месяца летних каникул Никита с другом стали незаменимыми помощниками для сотрудников библиотеки. И при подведении итогов работы «Необыкновенной лаборатории открытий» отметили помощь ребят-волонтеров и наградили инициативных мальчишек и девчонок, которые активно участвовали в проведении интерактивных программ и просто помогали библиотекарям. Те книги, которые не нужны, мы отдавали их макулатуру, чтобы их перерабатывали, и при этом, чтобы деревни вылыбали. На праздники наградили самых активных и любознательных ребят самого разного возраста. Как отметили сотрудники библиотеки, программу «Необыкновенной лаборатории открытий» в этом году посетили в несколько раз больше юных читателей, чем в прошлом. И все чаще вместе с детьми в интерактивных занятиях участвуют родители. Дети вообще по природе своей, они исследователи, им все нравится пробовать, не только слушать, но и сами что-то пробовать делать. И мы считаем, что мы взрослые должны этот интерес детям поддерживать. Поэтому, когда мы стали разрабатывать вот эти программы, мы решили, что они станут необыкновенно интерактивными. На заключительном празднике ребята наперебой вспоминали, что интересного они узнали в библиотеке этим летом, в каких необычных занятиях участвовали. И, конечно, с гордостью поднимались на сцену для награждения. А библиотекари уже разрабатывают программу на следующий сезон. Можно сказать, что Елизавета Лашманова попала с корабля на бал, вернее, на сцену. Премьера спектакля, в котором задействована выпускница Нижегородского театрального училища, состоится в начале сентября. Репетиции идут полным ходом. Елизавете всего 19 лет. Она с восторгом смотрит на жизнь и в любой момент готова к переменам. Профессию актрисы она выбрала также стремительно. Ну, в восьмом классе я подумала, почему бы и нет. И просто попробовала поступить. Я не думала, что я всю жизнь, и даже до сих пор не думаю, что всю жизнь свяжусь с этой профессией. Но пока, по первым впечатлениям, мне очень-очень все нравится. Актриса приехала в наш город в начале августа и с головой окунулась в работу над своей первой ролью. В новой постановке она играет роль служанки, которая приехала из периферии в большой город и устроилась на работу. У Елизаветы, наоборот, после окончания театрального училища в Нижнем Новгороде, она сделала выбор в пользу провинциального театра. Ой, мне очень сильно понравился Саров, потому что, с одной стороны, он такой очень ближе к природе, здесь везде деревья, там сосны. А с другой стороны, он все равно такой индустриальный, современный. Ее однокурсник Александр Полеха пришел в профессию в более сознательном возрасте. На последних курсах вуза он увлекся театром и после защиты диплома подал документы в театральное училище. Вместе с Елизаветой он пополнил состав труппы Саровского театра. И первые впечатления от города и коллектива у молодого артиста самые положительные. Саров для меня идеальный вариант на данный момент. У меня здесь родственники, я в детстве очень много раз был в Сарове, и мне этот город очень нравился всегда. Он всегда ассоциировался с соснами. Я не знаю, какая-то теплота в детских воспоминаниях. Как любой выпускник, Александр грезит большой сценой и главными ролями в постановках мирового уровня. И, может быть, мы увидим имя Александра на афишах столичных театров. Придумать сюжет, научиться основам анимации и создать собственный мультфильм. Для этого не нужно покупать дорогую технику или проходить курсы мультипликации в интернете. Достаточно просто прийти в детскую школу искусств номер два, где всех желающих научат этому виду творчества. Мультипликация – это новая сфера деятельности. Они рисуют непосредственно то, что они придумывают. У них нет каких-то шаблонов, и их работы интересны. И интересно, когда они начинают сами придумывать сюжет. В этом году детская мультипликационная студия «Кадрики» вновь объявляет набор детей от семи до десяти лет. Здесь ребята вместе с педагогами учатся создавать анимационные фильмы, придумывают новых персонажей и декорации, которые постепенно становятся частью одной большой картины. Дальше они погружаются в съемку и снимают сам мультфильм. Это творческий процесс, который учит быть внимательным, аккуратным и учит усердию, потому что процесс длительный и очень интересный. Также ребята принимают участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, где занимают призовые места. Одним из последних стал фестиваль «Отличное дело-2018» в рамках проекта «Время активных людей», где саровчане стали победителями. Школа искусств номер два получила денежный приз, который потратит на приобретение нового мультипликационного станка. Это был проект семейной истории, и он предполагает съемку мультфильма «Родители вместе с детьми», то есть дети совместно с папой, с мамой будут придумывать какую-то свою семейную историю. И потом из нескольких таких семейных историй мы сделаем один общий мультфильм. После окончания школы мультипликацией всех выпускников ждет очередная ступень – медиастудия, где ребята постигают азы журналистики, пишут статьи, создают газеты и ведут свой канал на Ютубе. Даже в отпуске Анна Архипова не может без спорта и покорения новых спортивных высот. Отдыхая в Крыму, девушка, несмотря на старые спортивные травмы, все равно решила вновь испытать вкус победы и отправилась покорять вершины не только Крымских гор, но и спортивного помоста в городе Коктебель. Я не планировала участвовать, я не видела календарь соревнований вообще никак. Для меня это была новость. Пришла в зал, то есть у нас там ребята работают в Судаке, где отдыхала. Ну и говорят, Аня, слушай, соревнования будут в Коктебеле. Я говорю, ну классно, съездим, посмотрим. Почему посмотрим? А выступить? Несколько дней сомнений и решений принято. Правда, тренер Анны Владимир Калиниченко, когда услышал эту новость, посоветовал для начала найти приличную больницу. Итог – серебряная медаль и невероятное удовольствие от выступления. Тренер, узнав результаты, похвалил и поругал свою воспитанницу. С одной стороны, он понимает, что остановить спортсмена невозможно, если мы что-то захотим. А слушаться я его не могу, если бы он мне сказал, вот прям нет, все, не выступаешь. Скорее всего, я бы не выступила. Но и похвалил, потому что все-таки, ну, результат есть. В финальном подходе вес штанги у Анны равнялся 120 килограммам. Да и выступать ей пришлось не в своей весовой категории. А значит, и соперницы были и сильнее, и веса брали совершенно другие. Соперница такая у меня удивительная. Ей 56 лет. 56 лет. Женщина начинала с веса 145. 145. И закончила на 150 килограмм. О своей будущей спортивной карьере Анна Архипова говорит очень осторожно. Старые травмы дают о себе знать даже в повседневной жизни. Но испытывать чувство эйфории от победы тоже хочется. Особенно после такого успеха. Владимир Калиниченко предложил ей начать тренироваться снова. А это вселяет и силы, и уверенность в спортсменку. А значит, все впереди. Парк имени Зернова с трех часов дня и до глубокого вечера был эпицентром живой музыки. Восемь музыкальных групп представили зрителям все многообразие направления рока. Право открыть фестиваль, зато рок организаторы отдали самой молодой саровской группе – секвестре. Наша группа образовалась полгода назад составом. Как бы знали, что будет проводиться данный фестиваль. То есть готовились, репетировали, подготовили небольшую программу. И как бы наше дебютное выступление первое. Зрителям участники группы представили несколько песен, которые стали результатом совместного творчества. Никаких пустых мелодий и текстов. Каждая композиция наполнена глубоким социальным смыслом. Например, в песне «Госпособ» музыканты рассказали о внутренних предсворечиях в человеке. Эта песня про то, как человек начинает стремиться к власти и хочет сделать мир лучше. Но эта власть, как известно, большинство людей разращает, и он начинает думать только о себе, а не о людях. Группа «Металлогия» существует уже три года, и в начале творческого пути она называлась «Возрождение». Но в силу обстоятельств ребята решили сменить название на более, на их взгляд, близкое к музыкальному стилю. Гитарист группы Артем Сергеев считает, что тяжелые направления рока как нельзя лучше подходят для создания в песнях мрачных и зловещих образов. Из стилей не выходим, и это в основном такие темные образы. Мне на самом деле трудно судить, что в голове у наших, так сказать, авторов этих текстов. Сам иногда очень удивляюсь. В рамках фестиваля «Зато рок» группы представили здравчанам небольшой творческий отчет о проделанной за год работе. Зрители оценили потенциал местных музыкантов, а некоторые даже пополнили ряды фанатов. В летнем лагере Ледового дворца для ребят-хоккеистов идею сдать нормативы ГТО восприняли на ура и практически единодушно. Тем, кто ежедневно со спортом на «ты», такие испытания однозначно по плечу. На стадион команда хоккеистов 2007 года рождения пришла практически в стопроцентном составе. Вы знаете, это, наверное, сейчас очень здорово, вот эта тенденция новая. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть сильными, выносливыми, успешными. Это очень помогает в жизни. По словам специалистов Центра тестирования, на сегодняшний день подавляющее большинство сдающих нормы ГТО – это индивидуалы. Мотивация у них может быть самая разная. Кто-то стесняется сдавать вместе с коллегами по работе, не желая выставлять свои результаты на показ. Он стесняется своего коллектива, не хочет показаться каким-то смешным. Некоторые люди, кстати, боятся прыгать, думают, что это смешно выглядит. А некоторые на беговой дорожке не могут обойтись без поддержки своей семьи или друзей. Правда, мало кто знает, что у групповой заявки есть свое одно неоспоримое преимущество. Когда человек один, он ориентируется на график, который выложен на нашем сайте, и приходит по графику. Если группа от 10 человек, они могут сами диктовать нам, когда им удобно. Выбирать, как сдавать ГТО одному или в команде – личное дело каждого. Следует помнить, что и в том, и в другом случае начинать необходимо с регистрации на официальном сайте ГТО, получения индивидуального номера участника и похода к врачу за справкой. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка – слагаемые идеального воскресного вечера. Саровская вокалистка Екатерина Голубовская подготовила для слушателей уникальную программу, в которую вошли как известные многим композиции, так и хиты в оригинальных и непривычных аранжировках. Гости клуба ресторана «Прайм» погрузились в по-настоящему тёплую и душевную атмосферу, которую всегда создаёт живое исполнение. Меня, я не знаю, к жизни возвращает. Живой голос, живая музыка, причём такой голос и такой тембр. Я получаю кайф. Просто отлично. И исполнительница поёт очень хорошо. Мне очень понравится. Она прямо такая джазовая певица. Я желаю ей удачи. Всё замечательно, очень уютно, очень тепло, по-домашнему. Мы с удовольствием смотрим, мы с удовольствием слушаем. Нам всё очень нравится. Шикарная музыка, прекрасное исполнение. Очень тепло и уютно. Приятно находиться. Мне кажется, почаще должны быть такие вечера в нашем городе. И Екатерина Голубовская, и клуб ресторан «Прайм» услышали пожелания гостей и готовы повторить музыкальный вечер. Солистка призналась, этот концерт для неё как проба пирам. Она готовилась к нему несколько недель и очень хотела порадовать слушателей. Ожидания оправдались, а значит, такие выступления станут доброй традицией. Впечатления очень хорошие. Сидят большая часть наших знакомых. Атмосфера приятная, тёплая. Хлопают после каждой песни, хоть я им говорю, не надо, но они поддерживают. Мы будем обязательно проводить ещё вечера, подключать ещё других творческих ребят, чтобы было поинтереснее, поразнообразнее. Это такой вот у нас пробный заход. Когда состоится очередной вечер живого звука в «Прайме», пока неизвестно. Чтобы не пропустить его, следите за афишей мероприятий на сайте sarov24.ru. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, служба новостей, sarov24. Команда «Динамо» ВЧ пока находится на второй строчке турнирной таблицы. И, казалось бы, встреча с аутсайдером турнира не должна сильно беспокоить спортсменов. Однако футболисты уверены, в спорте всё может поменяться в любой момент. И отстающий арсенал может вырваться в лидеры. Поэтому к каждому матчу необходимо серьёзно готовиться. В первом круге мы их очень крупно выиграли, но всё равно на каждый матч готовимся. Что получается, что-то пробуем новое. Готовимся к главным матчам. Первые 20 минут первого тайма команды шли на равных. Но в итоге «Динамо» ВЧ ожидаемо захватили инициативу. И на перерыв ушли с отрывом в два мяча. Впрочем, арсенал не был намерен сдаваться. Сезон выдался просто неудачный. Было много травм. Различные семейные обстоятельства у игроков. Но продолжаем бороться. Надеемся дальше играть и побеждать. Но победить в этом матче «Арсеналу» так и не удалось. Уже на первых минутах второго тайма «Динамо» ВЧ закрепило своё преимущество, отправив в ворота противника ещё три мяча. Но и на этом спортсмены не остановились. Закончили матч с разгромным счётом 7-0. Всего в чемпионате города по футболу принимают участие 14 команд. Расписание игр можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Федерации футбола города Сарова. Специалисты МЧС и волонтёры рекомендуют всегда брать с собой минимальный набор, который в экстренных случаях поможет продержаться в лесу несколько дней. Медикаменты, вода и еда обязательно, даже если вы не планируете быть в лесу дольше двух часов. Заряженный телефон, спички, даже если вы не курите, спички или зажигалка, положить в карман тоже, веса никакого нет. Удобная и практичная одежда – ещё один важный аспект, о котором стоит подумать, отправляясь в лес. Зачастую грибники отдают предпочтение камуфлированной расцветке. Этот выбор становится грубейшей ошибкой, так как в таком обмундировании человек сливается с местностью. И если он заблудится в лесу, такая одежда только затруднит его поиск. Если нет яркой одежды, можно поверх одежды одеть вот такую накидку. Сейчас она в любой машине есть. Её несложно накинуть, она не мешает, весит немного. И в ней не жарко. Компас, складной нож, репелленты – все эти вещи не занимают много места в рюкзаке, но помогут выжить в дикой природе и дождаться помощи спасателей. Специалисты поисковых отрядов рекомендуют не тратить силы, бесконечно блуждая по лесу, а найти какой-либо ориентир и при возможности описать его волонтёрам или родственникам по телефону. Если человек заблудился и натыкается на речку или дорогу, ни в коем случае нельзя её пересекать. Нужно или оставаться на месте, или идти вдоль этой дороги. То есть дорога в любом случае куда-то приведёт. Спасатели и волонтёры всегда работают со специально обученными собаками, которые улавливают запах человека. Обнаружив заблудившегося, четвероногий помощник громким лаем обозначает местонахождение человека. Это значит, что через несколько минут к нему подойдут специалисты и окажут необходимую помощь. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Инженеры, исследователи, научные сотрудники ядерного центра сменили офисную одежду на спортивную для того, чтобы с оружием в руках выяснить, команда какого отделения сильнее. Ежегодный чемпионат по пейнтболу «Ядерный удар» собрал несколько команд. К названиям своих сборных некоторые подошли с юмором. «Зоркий глаз», «Дятлы из Дукласа», «21 элемент». Сотрудники одного конструкторского бюро назвали команду «Винни-Пух». «Потому что мы медведи, потому что нам без разницы поражение, победа – главное участие». Забавное название сборной не отменило серьезного настроена борьбу. Пейнтболист с многолетним стажем Кирилл Мамонов участвует в чемпионате ради спортивного драйва. Спортсмен точно знает, что тщательная подготовка перед сражением – лишь одна из составляющих будущей победы. Поэтому перед выходом на площадку игроки тщательно экипируются. Хотя пейнтбол считается безопасным видом спорта, шарик с краской, выпущенный из маркера с сжатым воздухом, может травмировать открытые участки тела. Залог успешного завершения боя – это грамотные и слаженные действия игроков на поле. Надо сразу занять удобную позицию и от нее уже отстреливаться. Но засиживаться на одном месте тоже нельзя, так как у меня уже опыт есть в игре маленькой. Надо двигаться вперед. Как бы если чувствуешь, что уже двух-трех человек попал, надо двигаться и дожимать сразу. Чемпионат проходил по круговой системе. Команды играли друг с другом до двух побед. Набравшие наибольшее количество очков становились участниками полуфинала и финала. В этот раз сменить душный офис на пейнтбольное поле решили шесть сборных из различных подразделений ядерного центра. У нас сейчас количество плавно пересекает в качество. У нас больше собираются такие вот устоявшиеся команды с игроками, с опытными, которые умеют играть, которые какой-то опыт имеют. Посмотреть на пейнтбольные бои и поддержать участников турнира пришли коллеги, друзья и родственники. Короткая перестрелка и вот уже одна из команд возвращается с площадки с победой. После завершения игры участники и болельщики делились впечатлениями, указывали на промахи и давали советы по тактике ведения боя. Круговая система чемпионата позволила некоторым командам отыграться и исправить свои ошибки в игре со следующим соперником. Мишень, несколько дротиков и желание попасть в цель. И главное качество, которыми должен обладать стрелок – меткость. Сегодня по всему миру проводят множество турниров по дарцу. Традиционный открытый чемпионат по этому виду спорта прошел и в Сарове. Он у нас уже проходит с 2015 года с участием иногородних спортсменов. Вот в этом году приехали первый раз ребята из Пензенской области, из Мордовии. Приехало такое довольно большое представительство – пять человек. И из нашей области всего 25 участников было. Команда Ильи Садова приехала на соревнования из рабочего поселка Сокольского. В турнирах спортсмены участвуют совсем недавно. За полтора года существования команда побывала на областных и всероссийских чемпионатах и успела достойно зарекомендовать себя. В Сарове молодые люди обыграли прошлых чемпионов и положили себе в копилку золотую медаль. Мы очень рады, что мы обыграли наконец-то сборную Нижегородской области. Она была практически в сильнейшем составе. Для нас это большой такой шаг вперед. И так скажем, мы очень этому рады. В свои 21 Илья Веретенников неоднократно становился победителем областных и всероссийских турниров. На чемпионате в Сарове спортсмен в очередной раз стал первым в личном первенстве среди мужчин. Молодой человек уверяет, что на соревнования он приезжает не только за наградами, но и за общением. Чтобы расслабляться, для того, чтобы отдыхать, общаться и проводить время в компании друзей. В личном первенстве среди девушек первое место заняла саровчанка Ольга Новоселова. Второе досталось Анастасии Горской из Саранска. До победы девушке не хватило всего нескольких очков. По мнению Анастасии, для участия в таких соревнованиях требуется не только точный расчет и меткий бросок. Спортсмену очень важно контролировать свои эмоции. Не волноваться, не переживать, иначе будет трястись рука, и дротики не будут идти туда, куда необходимо. То есть, это же, конечно же, возобладание с собой, это тренировки и, конечно же, это работа. По итогам соревнований в командам первенстве первое место заняли спортсмены из Сокольского, второе – сборная Нижегородской области, третье – ураган из Сарова. Все участники турнира получили дипломы, медали и памятные подарки. КОНЕЦ